Звуки гимна сопровождают подъем флагов России, Московской области, городского округа Щелково и МЧС. Так торжественно открывается первый этап ежегодных, уже 15-х соревнований подразделений МЧС по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте. Все происходит на базе Щелковского колледжа. Команды 26. Они представляют подмосковные пожарно-спасательные отряды, Академию гражданской защиты МЧС России, Ногинский спасательный центр, Мособлпошспас, а также учебные заведения. В связи с недавними событиями в Крокус-Сити-Холле работа спасателей сегодня в центре внимания общества. Минуты и молчание почтили память погибших мирных граждан. Это соревнования проходят ежегодно. Они запланированы для того, чтобы всегда повышать свое мастерство, свой профессионализм. То, что произошло в Крокус-Сити, лишний раз подтверждение тому, что соревнования и тренировки должны проводиться постоянно. В самих соревнованиях, по легенде, имитируется тяжелое ДТП с двумя пострадавшими. Участники первой пары – профессиональная команда спасателей из Мытищ и команда студентов Раменского колледжа. У одних – каждодневный опыт, у других – отточенные до блеска хрестоматийные знания. Посмотрим, кто справится лучше. Это их ежедневная работа – спасать жизни людей, попавших в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Сегодня спасатели выполняют ее в соревновательном режиме, чтобы, как говорится, и на других посмотреть, и, возможно, научиться чему-то новому, и свое мастерство продемонстрировать. Команды отрабатывают основные элементы спасательных работ. Оценивают тяжесть состояния здоровья условно пострадавших, тяжесть ДТП, наличие вторичных факторов риска. Например, нам рассказали, что в последнее время большая проблема – это попавшие в аварию электромобили. В работе с ними нужна совсем другая подготовка и иная тактика. Но здесь в условное ДТП попали две традиционные «Волги». Спасатели МЧС оказывают доврачебную помощь до прибытия скорой. Параллельно тушат возникшее возгорание. Штатным гидравлическим инструментом деблокируют пострадавших. Сначала разрезают корпус машины, только потом эвакуируют людей. Только в таком порядке ни в коем случае нельзя пытаться вытащить раненых из искореженного автомобиля. Самым главным принципом, которым мы пытаемся и отточить мастерство наших спасателей, и заинтересовать, научить, может быть, других кого-то это нужно, что разбитый автомобиль разбирается вокруг пострадавшего. То есть все делается максимально для обеспечения простого доступа именно к живому человеку, чтобы меньше ему вторичных факторов опасности было применено. Обычно на освобождение пострадавшего в ДТП у спасателей уходит от 5 до 40 минут. Зависит от степени повреждения автомобиля. Раменские студенты справились за 16 минут. Это хорошее время, но успех также будет зависеть от количества штрафных баллов, которые может начислить жюри за неправильные действия. Команда закончила упражнение у нас по второй дорожке. Проводили разведку зоны ДТП, стабилизировали автомобиль, снимали крышу, доставали пострадавших из автомобиля. И оказывали первую помощь пострадавшим. Какие навыки нужны? Мужество в первую очередь, конечно, сила, слаженность команды. У нас первые такие соревнования. Первый наш опыт. Этот опыт, он бесценен, поскольку команда, возвращая свои подразделения, будут распространять его уже среди всего личного состава для выполнения задач. Потому что дорожная сеть Московской области и развитие, темпы, объемы строительства дорог и дорожной структуры составляют, конечно, безусловно, быть в постоянной готовности к реагированию. Не просто так для проведения областных соревнований МЧС был выбран Щелковский колледж. Он активно сотрудничает со щелковскими пожарными и спасателями. Вместе готовит студентов по специальностям пожарная безопасность и организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. В этот раз из скромности свою команду не выставляли, пока изучали опыт других. Мы не смогли принять участие в качестве команды, но мы болеем за Раменский колледж, в который сегодня выступали первые и показали класс. Наше педагогическое сообщество показывает, что мы можем хорошо готовить кадры. И в следующем году мы обязательно примем участие. Добавим, что лучшая команда спасателей определится по итогам двух дней соревнований и поедет представлять Московскую область на второй этап соревнований Центрального федерального округа в город Иваново. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.